Как говорят педагоги, дети – это национальное достояние, а талантливые дети – это потенциал развития страны. Поэтому целью Всероссийской Олимпиады школьников – поиск и поддержка самых перспективных ребят. Муниципальный этап Олимпиады стартовал в ноябре. Его участниками стали почти полторы тысячи человек. До этого у нас были пункты проведения, и мы собирали ребят из разных школ в какой-нибудь одной школе и проводили там Олимпиаду по предмету. В этом году все предметные туры прошли в каждой школе, и это была особенность в связи с ситуацией в стране. Принять участие в Олимпиаде на начальном этапе могут ребята, начиная с пятого класса. На более высокие уровни выходят ученики с седьмого по одиннадцатый класс. Олимпиада проходит по двадцати предметам. Чаще всего наши ребята выбирают общество знания, биологию, право, историю, ОБЖ, физкультуру. И победители у нас чаще всего тоже бывают такие, которые у нас выезжают на Россию. Это физкультура, ОБЖ, право, общество. Тоже ребята активно принимают участие. Меньше, наверное, принимают участие в таких предметах, как иностранный язык, их чуть меньше бывает. Чуть меньше в географии бывает. В основном это вот те, которые я назвала. У нас очень много специализированных классов в городе. И ребята выбирают, наверное, это направление, потому что у них идет усиленное обучение, усиленная работа именно по данным направлениям. В этом году в состязании на знания и понимание предметов 205 школьников стали призерами. 53 человека завоевали титул победителя школьной Олимпиады по разным образовательным направлениям. Я упорно готовился, чтобы занять призовые места. Я участвовал в 10 направлениях. Занял призовые места только в трех. Ну, не сдаваться, дальше идти буду. Победитель по истории, призер по обществу знания и литературе. Я сама выбирала свои направления. Я участвовала в многих Олимпиадах и там, где действительно хорошо выступала. Ну, естественно, результаты там были лучше. Сложный процесс, потому что к нему, во-первых, идет довольно усердная подготовка всегда. И действительно, это очень ответственный момент, когда ты представляешь свою школу и свои знания на муниципальном уровне. Как говорят сами участники, такая Олимпиада – хорошая возможность проверить свои силы и почувствовать уверенность в своих возможностях. А победа в соревновании знаний – неплохой бонус на будущее. Во-первых, сейчас, когда они побеждают у нас на муниципальном этапе, ребятам обязательно вручается денежный сертификат на любую литературу, которую они могут для себя приобрести то, что им нужно. То есть сертификаты бывают в разных пределах сумм. После новогодних праздников победители городской Олимпиады отправятся участвовать в региональном этапе. И если станут лидерами среди учеников всей Новосибирской области, выйдут на самый высокий уровень – Всероссийский финал, который, ориентировочно, состоится весной будущего года.